Китайская платежная система UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками. Point of sale в терминалах российских банков и квайеров, находящихся под санкциями западных стран. Сделано это было в связи с тем, что UnionPay опасается введения вторичных санкций со стороны США против данной системы и банков, участвующих в ней за сотрудничество с российскими подсанкционными банками. По словам эксперта, вероятность введения подобных мер не очень большая, но, несмотря на все, существует. Что касается влияния данного ограничения на российскую и китайскую экономику, то оно ничтожно мало. Дело в том, что карты UnionPay в России используются очень мало, и большая часть транзакций, которые попадают под запрет, это транзакции, осуществляемые китайскими гражданами, которые приезжают в Россию. Китайские граждане смогут использовать либо другие способы оплаты в магазинах, либо магазины, торговые точки, которые работают с китайскими туристами традиционно. Прием иностранных карт системы UnionPay был отключен только по устному уведомлению. В апреле часть российских банков объявила о планах выпускать карты китайской платежной системы к осени. У клиентов была бы возможность использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом. В России уже к середине апреля было выпущено около 500 тысяч штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете. Российские же банки, которые попали под западные санкции, вынуждены отказываться от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Скорее всего, в ближайшее время все останется как есть, а дальше либо санкции будут расширяться и, соответственно, большее количество российских коммерческих банков будет попадать под это ограничение, либо санкции, наоборот, начнут ослаблять и UnionPay будет восстанавливать в полной мере сотрудничество с российскими коммерческими банками. Отметим, что Сбербанк, находящийся в списке российских кредитных организаций с самыми жесткими санкциями США, был по итогам 2021 года крупнейшим банком-эквайером в Европе по числу обработанных транзакций. В число лидеров также входят другие банки из санкционного списка. ВТБ на 17-й строчке, Альфа-банк на 35-й, Промсвязь-банк на 44-й. В перечне таких банков под блокирующими санкциями также открытие и Совкомбанк. Они тоже оказывают услуги эквайринга. Карина Саяхова, Универньюс.